В зале администрации района прошло заседание оперативного штаба, на котором присутствовали заместители главы района, начальники ведомств и управления. В режиме ВКС в заседании приняли участие главы сельских поселений, представители духовенства района. Эпидемобстановку в муниципалитете присутствующим доложили начальник отдела по делам ГОЧС Николай Зверев и начальник отдела Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея, Шовгеновского и Кашхабльского районов Жанна Бжецева. Хочу довести до вас санитарно-эпидемиологическую обстановку, которая складывается на территории Кашхабского района на сегодняшнюю дату. Значит, всего у нас с начала пандемии заболела коронавирусная инфекция 409 человек, из них на сегодняшнюю дату 339 человек выздоровело, 63 человека находятся на лечении. Что еще хочется сказать, что из этих 63 человек у нас 54 человека находятся на амбулаторном лечении, 9 человек находятся на стационарном лечении. Из 63 человек, которые болеют на сегодняшнюю дату, распределение по сельским подселениям следующее. Кашхабльс 21 человек, Бличепсин 8 человек, Егерухай 10, Майский 5, Натырбово 5, Вольная 5, ХОЦ 6 случаев, Шелковниково 1, Дружба 2. Значит, хотел бы я привести еще такую статистику, что все-таки немножко у нас на территории района заболеваемость снизилась. Если, к примеру, за последние 10 дней августа месяца у нас, значит, с 20 по 30 августа у нас заболело 50 человек, за первую неделю сентября с 1 по 10 число 53 человека, то вот за последние 3 недели у нас заболевание, значит, идет от 16 до 12 человек. Но ни в коем случае, о чем говорил Зоур Аскорбевич, это не дает нам права на расслабление. Ситуация в целом у нас, и, как вы знаете, из массовой информации, и в целом по стране, и в республике Адыгея остается напряженной. За последнее время количество республик увеличивается. Было, если вы помните по статистике, 20-21 человек в день, то теперь уже количество заболевших доходит до 40 человек. Основными причинами этого, к сожалению, называют несоблюдение масочного режима и нарушений при проведении массовых мероприятий. Статистика озвучена, что хочу я добавить. По образовательным учреждениям остается такая же ситуация у нас. Все школы работают в обычном учреждении. По дошкольным учреждениям одна группа в дом у нас на карантине в количестве 7-8 человек. Остальные все в дошкольном учреждении тоже работают в обычном режиме. В своем выступлении глава района Заур Хамирзов отметил, что несколько месяцев назад ситуацию, связанную с коронавирусом, удавалось сдерживать благодаря предпринятым ранее мерам, таким как масочный режим, социальное дистанцирование, неукоснительному соблюдению правил и предписании Роспотребнадзора. В связи с ростом заболеваемости в регионе председатель оперативного штаба потребовал вернуться к этой практике с сегодняшнего дня. О санитарно-эпидемиологической обстановке в образовательных учреждениях и принимаемых мерах по недопущению распространения пандемии доложила начальник управления образования Ася Берзегова. В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях района, администрации и сотрудниками образовательных учреждений исполняются рекомендации и требования Роспотребнадзора в полной мере. Это в дошкольных образовательных учреждениях, прием детей на улице, утренний фильтр термометрия, трехразовое измерение температуры тела детей, измерение температуры родителей утром и вечером бесконтактными термометрами, беседы с сотрудниками и родителями, анимизация посещения массовых мероприятий, соблюдение социальной дистанции масочного режима всеми сотрудниками учреждений, дезинфекция посуды после каждого приема пищи, двухразовая обработка в течение дня, в тихий час и после ухода детей, игрушек с диссредствами, обеззараживание воздуха рециркуляторами в соответствии с графиком, сквозное проветривание помещений, влажная уборка всех поверхностей через каждые два часа с использованием диссредств, проведение занятий по физкультуре на свежем воздухе с соблюдением дистанции на своих площадках. В средних общеобразовательных школах проводится также утренний контроль температуры тела учащихся и сотрудников бесконтактными термометрами, обработка рук диссредствами на входах. В школах организованы по два входа для соблюдения социальной дистанции и недопущения массового скопления, имеются особые метки, стрелки, указатели. На территории и в здании имеются разграничительные полосы в полтора метра. Территория школьных рекреаций имеет разграничительные полосы для каждого класса в целях определения площади для проведения перемен. Сотрудники пищеблока ежедневно обеспечиваются тремя масками и парой перчаток. Во всех учебных кабинетах установлены рециркуляторы, которые работают в соответствии с их инструкцией и графиком включения-выключения. На переменах проводится сквозное проветривание помещений. На больших переменах и после уроков проводится уборка помещений с использованием диссредств. Уборка рекреации санитарных комнат проводится в соответствии с графиком во время уроков. Уроки физической культуры проводятся на свежем воздухе. В каждом кабинете, в школьных санузлах, в пищеблоке, на двух входах, дезинфекторы для обработки рук, санузлы и раковины для метеорок обеспечены антибактериальным мылом, бумагой и бумажными полотенцами. В образовательных учреждениях имеется запас моющих и дезинфицирующих средств. Сотрудники соблюдают масочный режим во время перемещения по образовательным учреждениям. Проводятся беседы с сотрудниками о минимизации посещения массовых мероприятий с обучающимися беседой о профилактике вирусных инфекционных заболеваний. Главный врач Центральной районной больницы Заур Хашев проинформировал участников оперативного штаба о ходе проведения вакцинации на территории района. «Было получено 1200 доз вакцины для детей, привиток 1200 доз. Было получено 1300 доз вакцины для взрослых, привиток 1300. Совокупно, таким образом сделано 4700 доз вакцины, это составило 28,5% от всего плана вакцинации на этот предыдущий период. Контингент работников, которые охвачен вакцинацией в наибольшей степени, это работники образования, и у них показатель превысил 97%. Близко к ним медицинские работники – 96,5%. Невысокий пока процент для детей старше 60 лет, 29-80%, он не особо настраживает сейчас. Это объясняется тем, что, собственно, самоиды вакцины для детей старше 60 лет. Нам было получено небольшое пока количество, что получили, сделаем, получим дальше, и догоним показатель». «Впереди осенне-зимний период – это время традиционного роста числа простудных заболеваний, гриппа. Особое значение в этот период играет вакцинация, и мы должны максимально использовать все имеющиеся у нас возможности, чтобы укрепить иммунитет», – подчеркнул Заур Хамирзов. О готовности сельских поселений и образовательных учреждений района к досрочному началу отопительного сезона в совместном докладе рассказали заместитель главы построительства архитектуры ЖКХ Евгений Глазунов, директор управляющей компании «Элит» Давлет Хасинов и главный специалист управления образования Артур Зихоков. В конце мероприятия Заур Хамирзов призвал представителей духовенства продолжить совместную работу по недопущению распространения пандемии. Руководители религиозных конфессий района отметили, что и дальше будут информировать население о недопустимости массового пребывания людей на свадебных и похоронных обрядах.